Привет всем друзьям, всем, кто сейчас заглянул на мою страничку, на мой канал. У нас сегодня суббота, я нахожусь на своей любимой зоне отдыха, на кухне. Давайте пробежимся быстренько-быстренько, чем мы сегодня с вами будем заниматься. Точнее, буду заниматься я, а вы будете мило наблюдать. Это то, что у нас осталось от завтрака. Я жарила гренки, осталось три штуки. Может, кто-то хочет? Здесь у нас остатки овсяной каши, мы можем поделиться, если кто-то голоден. Мы с Димой любим овсяную кашу, дети не захотели. Эвелина поела гренки, Тима поел сириал, как всегда. Но это ж американский ребенок. Так, что у нас происходит здесь? Эвелина стоит с пылесосом в руках. Пылесосит, что ли? Или уже пропылесосила? А, Эвелина уже пропылесосила в своей комнате. Сейчас она будет пылесосить в Тиминой комнате. Вот такой у нас огромный пылесос. Рейнбоу очень хороший пылесос. Хорошо пылесосит, вытягивает всю пыль. Мы вам потом покажем, сколько пыли вытянула Эвелина в своей комнате. Только на полу и в Тиминой комнате. Оставайтесь с нами. Тима, привет! Здесь у нас рабочий беспорядок. Тима играет лего, но его нужно собирать, потому что Эвелина должна пропылесосить. Я на своей комнате уже пропылесосила. Теперь нужно убраться в Тиминой комнате. Тима, кровать тоже нужно заправить. Хорошо? Давай, убирай в комнате, чтобы Эвелина могла пропылесосить. Ладно? Здесь мы сегодня отдыхаем. Дыхать не будем. Огород мой зарос. Огурцы мои уже пропали. Помидоры еще понемножечку смеют. Но нам сегодня не до этого. Он сначала хотел поотдыхать здесь. Меняет масло на моей машине. Вот она стоит на подборках таких. Слил масло. Теперь сливается масло. Теперь он пока ждет, пока там все должно стечь. Догадайтесь с одного раза, что у нас сегодня будет на обед. Продолжаю вас знакомить. С моим субботним днем я спекла вот такой бисквитный рулет. Начинкой я сделала крем-чиз и абрикосовое варенье. Взбила все это вместе и потом смазала внутри этот рулет. Ну а на обед, если вы пытались догадаться, у нас будут пельмешки. Из остатка теста я долепила пельмени руками. А так я обычно пельмени леплю на той штуке, что вы видели. Пельменницы. Так что сейчас мы будем обедать. Приятного нам аппетита! Хочу поделиться творчеством моего сына Тимы. Вы видели в предыдущем ролике, что он играл с Лего. И я хочу показать, что он смог сделать за сегодня. Вот это у нас мусорка. Посмотрите, она даже открывается. Дамстер, да? Туда выбрасывается мусор. И мне очень удобно открывать одной рукой. В общем, дамстер. Кто живет в Америке, знает, что это такое. Так, что у нас вот это? Это у нас какой-то шкаф. У него вот так, смотрите, открываются дверки. Все открывается. Вот так оно открывается. В общем, шкаф какой-то. Так. Вот это он сделал для игры в бейсбол. Он мне объяснял, что когда ты бросаешь мячик, если правильно бросаешь, попадаешь в цель, то загорается один огонек. Если неправильно бросаешь в цель, то загорается другой огонек. Бейсбольная стойка такая. Это у нас, он сказал, принтер. Я сказала, что это больше похоже на грильницу, на мангал. Он говорит, нет, это принтер. Ну, пусть будет принтер. Тоже закрывается все у нас. Вот это у нас корзинка для переноса напитков. Он сказал, что там у него стоит вот это мантедю напиток, знаете, такой, да, кто живет в Америке? Это у нас, по-моему, лимонад, он сказал, и это кола. Или спрайт лишь что-то такое. А это кола. Вот это у нас косилка. Но не простая косилка. У нее еще и вверх крутится. Видите, как положено на настоящей косилке. Для покоса травы. Это у нас беговая дорожка. Вот это у нас, я когда показала мужу, что это такое, он сказал, что это пылесос. Я сказала, это не пылесос, это инвалидная коляска для перевозки инвалидов. Знаете, да, такое? Покатили в сторону. И последняя горка для того, чтобы, знаете, скатываться вот так туда и съезжать. Так что, вот такие у нас произведения получились за сегодня. Не зря прошел у Тима день. Но строил много всяких интересных и таких необычных вещей. Дима сказал, ну, инженер у нас растет. А что думаете по этому поводу вы? Принцесса наша спит на троне. Да? Спишь? Или отдыхаешь? Отдыхает. Гора настиранной, высушенной и сложенной одежды. Это надо будет разреживать по шкафам. И коробка с лего, как всегда, плавно перекочевала в нашу комнату. Да, Шанч? Я вам обещала показать, насколько этот пылесос Рейнбоу хорошо все вытягивает с карпита или с ковров, с коврового покрытия. Он, видите, имеет вот такую наклейку. То есть, благодаря своим свойствам, что вытягивать хорошо, вы меньше подвержены астме и аллергии какой-то. Из-за пыли, знаете, из-за всех вот этих... Плюс он очищает воздух. Вот в эту колбу, значит, я вам покажу эту колбу, добавляются ароматизаторы. И таким образом можно еще и очищать воздух с помощью этого пылесоса. И теперь посмотрите, сколько много грязи и всего нехорошего попало в воду. То есть, он не имеет никакого фильтра, все вытягивается в воду. И сколько всякой... Всякой... Бла-бла-бла... Каки-баки попало в эту воду. Очень хорошо все вытягивает. Мне он очень нравится. И в завершении нашего сегодня дня мы решили открыть малинку. Мы почти три недели... Да, можно сказать, три недели назад приехали из Казахстана. Вы видели, сколько мы там накупили всяких сладостей и вкусностей. И мы уже все съели. И мы уже начинаем скучать за русскими конфетами. И надеемся, что эта малинка нас, как всегда, приятно удивит. Велина, открывай. Мы еще не знаем, что там находится. Мы ее не открывали. Мы открываем ее при вас. Как всегда, бумажки-рекламки. Открывай скорее, скорее, скорее. Ты не можешь смотреть потом. Что это такое? Не знаю. Велина, это кириешки. Сухарики. Томат с зеленью. Что-то еще у нас есть. Это у нас... Печенушки. Печенушки какие-то. Конфетки. Это у нас... Вафельная... Такая трубочка. Вафельные трубочки. Это у нас... Тоже какая-то печенюшка. Нижний десерт с кремовой начинкой. Это вафелька, по-моему. Похоже на вафельку. Это они ложат в такой пакетик, чтобы не... Как можно дольше, в общем, сохранялось. Тоже какая-то печенюшка. Не знаю, что это. Еще одна такая же. Покан шпетый. Ох! Посыпался горох. Открывай. Халва какая-то большая. Кунжутно-арахисовая. Ого, смотри, какая большая банка. Халвы. Это у нас что? Не знаю. Это чесночные... Такие, как бы сухарики, слайсики такие чесночные. Так, кто-то не торопится, я не успеваю. Сливки и менивки. А, ну да. Все что ли? Да. И бумага еще. И бумага. На растопку печки. Ну, малинка, спасибо и на этом. Игорина, довольная? Да. Опять будем конфеты кушать? Да. Приятного аппетита. Ну, все, друзья. На этом мы с вами будем прощаться. Спасибо огромное за просмотр, за то, что вы были с нами. За то, что вы оставляете комментарии на мои видео. Особую благодарность я хочу выразить одной из подписчиц моего канала. У нее есть тоже свой канал. Ее зовут Марина. И канал у нее называется «Белый дом Оклахомы». Я ей очень благодарна, Марина. Я тебе благодарна за то, что ты приходишь на мои видео, смотришь их, оставляешь комментарии. Мне это очень приятно, потому что я знаю, насколько ты занята, насколько ты вся в движении, в суете. Но я тебе просто хочу выразить огромную благодарность, что ты просматриваешь мои видео и оставляешь комментарии. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто просто смотрит, кто ставит лайки, кто как-то заинтересован тем, чтобы посмотреть на нашу жизнь, посмотреть на наши приключения. В общем, посмотреть на то, чем мы занимаемся в течение дня, в течение недели. Спасибо всем огромное. Приходите к нам еще.